Чё ты печатаешь? Баба. Дядя, дядя, а! Отлично. Баба! Напечатай дядя, пожалуйста. Напечатаю. Отлично. А сейчас я вам расскажу про степень числа. Это тоже умножение. И если над числом стоит маленькая цифра, например, двойка, то тогда число наживется само на себя. Привет, Саша! Привет! Как жизнь твоя? Нормально. Рассказывай, чем ты занимаешься в жизни? Да вот, люблю смотреть таблицы Менделеева там. Серьезно? И играть. Саша, тебе сколько лет? Пять. А что ты там смотришь в таблице Менделеева? Циферки? Элементы. Как ты отдыхаешь? Как ты бездельничаешь? Ну, бездельничать я стараюсь поменьше, потому что это скучно. А, ну, когда у меня есть свободное время и мне разрешают, самое главное, я программирую. Давайте вы расскажете чуть подробнее, вы работаете сейчас где. То есть, исторически вы были музыкальным руководителем в детском саду. Ой, я исторически много кем была, пока вот этого товарища не родила, и у меня очень так, конечно, с ним жизнь поменялась, совсем в ту сторону, куда я вообще никогда бы в жизни. А, наливайте. Да. Будем из бодейк. Такой кофе как раз так и пью. А, я из таких и пью. Да. Все, спасибо. Как случился ваш переезд из Торжка? Переезд из Торжка случился очень забавным образом. Саша захотел попасть на телевидение. Причем, ну, вот у него какая-то такая вот возникла идея, что типа, мама, а вот было бы неплохо там куда-нибудь на телевидении. А я, ну, не то, что я типа все его желания исполняю, но в данном случае я подумала, типа, а чего бы и нет. Я говорю, ну, хорошо, давай пошлем заявку. Мы послали заявку, я была уверена, что на этом вообще все закончится. Ну, буквально на следующий день нам позвонили, мы там пару вещей обсудили, нас просто взяли без кастинга. Лида, здравствуйте. Здравствуйте. Лида, каково жить с человеком в пяти лет, который умнее тебя? Трудно. Часто ли он объясняет что-то? Наверное, каждое утро начинается с каких-то теоретических выкладок, да? Он давно уже понял, что со мной, в общем-то, говорить не о чем, потому что я в этом не разбираюсь. И на передаче, ну, у него достаточно много такая сфера обширная, что надо было как-то это показать, что он и то знает, и все, и пятое, и десятое. И мы сделали, как получается, имитацию игры, кто хочет стать миллионером. И там уже дальше получилась такая история, Дибров ему говорит, на что мы играть будем, Саша, на деньги или на конфеты? Саша говорит, ну, на деньги, конечно. Он воспринял это как выбор, что ему дали выбор. И он всю игру думал, что он играет на деньги. Как записывается факториал числа 7? 7 и 2. Квадрате. 7 квадрате, 7 звездочка, 7, 7... Макс, как это считается? 7 решетка. 7 решетка. 7 восклицательный знак. 7 восклицательный знак. 7 восклицательный знак. Ты на меня смотришь? Я не знаю. Саша, я лучше возьму деньги. Вот он прям был вообще уверен, да еще там на 3 миллиона. Он решил, что 4 надо, чтобы в Москву переехать. И когда... А почему он хотел переехать в Москву? Почему он хотел переехать? А потому что мы несколько раз сюда приезжали, то в одно место сходим, то в другое. И он мне говорит, а почему мы не живем в Москве? Ну, типа, здесь столько всего. Вот мы с ним ходили, там, в музей политеха, мы ходили в экспериментариум. Когда шел разговор, я ему сказала, что, типа, надо минимум 4 миллиона. Как-то вот такой был. Он запомнил. И он запомнил. А я-то, я сказала и забыла. И когда вынесли чемодан вот с этими монетками, он думал, что там деньги. И Дибров говорит, тебе если дать денег, ты же купишь сладкое. А он и говорит, нет. Первое, что я сделаю, я перееду в Москву. Ну, что же, Дмитрий, покажите, покажите Саше содержимое. Пусть Саша думает, что в Москве есть сладкая жизнь. Саша, вот это да! Твоё! Вот как я представлял себя капитализмом. Ну, я даже хотел настоящих денег. Я сижу, думаю, ну, ничего себе он додумался. Потому что у меня мыслей даже не было. Ну, понятное дело, что я-то знала, что на деньги никто не играет. Это он сам вот, ну, как-то вот у него сформировалось по ходу съёмки. И когда они это услышали, они, конечно, так немножко... Ну, это не видно на монтаже, но они стояли, явно это думали, что же дальше делать будем. И когда вот вышла передача, многие люди это увидели, были очень возмущены, как это так, почему мальчику не дали денег. И мне буквально на следующий день вдруг пишут, что типа, с вами хочет поговорить директор совхоза имени Ленина. А я знать не знала, что у нас там был какой-то рядом колхоз имени Ленина. Я думаю, зачем мы нужны колхозу? Вот. И мне говорят, вот, как бы, у него есть предложение. Дайте свой телефон. Это ВКонтакте мне написали. Я дала телефон, он мне позвонил лично. Грудинин. Грудинин, да, Павел Николаевич. И говорит, я, говорит, вот передачу увидел. И мальчик сказал, что он хочет переехать в Москву. И как вы, типа, смотрите на то, чтобы реально переехать в Москву? И когда я его слушала, конечно, я такая сижу такая, да ладно, ну не бывает же такого. Ну, чтобы вот так вот, да, вот сказал, и вдруг бац, и сбылось. И мы вот приехали, он рассказал свою идею. Какую? Ну, идея такова, что нам выделяется квартира в собственность, но с обременением. То есть мы здесь живем, и мы за нее платим постепенно. То есть это не ипотека, это рассрочка без процентов, да, и что, ну, это не рыночная цена, то есть цена со скидкой. А давайте, поскольку мы интернет-канал, ютуб, назовем все вслух, сколько стоит ваша квартира? Ну, на тот момент она стоила порядка 10 миллионов. Сколько вы должны выплатить? Мы должны были выплатить около 8 миллионов. Было бы красиво, если бы 4. Ну, понимаете, как бы... Короче, вы должны заплатить 8 за квартиру, которая стоит существенно дороже, чем 10. Да, то есть на данный момент, если брать по цене метра, она порядка миллионов 14 стоит, вот так вот. А вы выплачиваете 8? Да. За сколько лет? За 15. Ну, мы платим совсем, ну, так скажем, по московским меркам немного. Сколько? Около 40 тысяч. А квартира, сколько метров, сколько комнат? 90. А вы Грудинину обязаны что-то? Ну, муж, да, работает в ЗАО. То есть у него контракт именно работать в ЗАО, что и он вот как бы за квартиру выплачивает. То есть вот это наша такая обязанность. Отдали отца семейства? Ну, мы с ним, конечно, обсуждали этот вопрос, вот. И мы пришли к выводу, что это, в принципе, достаточно адекватный. Ну, все-таки он же не работает на рубке тростника. Нет, 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 он работает именно по своей специальности. Он занимается сетями, он занимается компьютерами, он сисадмин. А вы по профессии музыкальный работник? Первая профессия, которую я получила, музыкальное образование на виолончели играю. Сейчас я по профессии педагог дополнительного образования. То есть я, в принципе... А переводя на человеческий? Конкретно я сейчас с детьми занимаюсь развивающие игры у нас. Я с ними занимаюсь робототехникой с дошкольниками. И веду кружок такой, как бы, наука для дошкольников. Это вот прям моя собственная программа. Я туда вложила все, что я приобрела в связи с таким ребенком. То есть он меня научил. По большому счету, если политик чуть-чуть пропиарился за счет этой истории перед выборами, но сделал совершенно некое чудо для вашей жизни и пусть, я считаю. Я только за... Более того, я сама об этом всегда и всем рассказываю. То есть я не считаю это, ну, там, скажем, зазорным скрывать, потому что нам человек действительно помог. Меня зовут Александр Кравченко. Я это не очень помню, но мама говорит, что в два года я стал заниматься математикой, в четыре года стал увлекаться химией, а еще квантовой физикой. Ну, а сейчас я больше всего занимаюсь программированием, и мне это очень нравится. Вот вы переехали. Саше было сколько лет? Ему было шесть. Ему было шесть. А школа еще не открылась? Ну, она как раз открывалась в сентябре того года, когда мы переезжали. Это хорошая школа? Школа хорошая, да. Школа отличная, она рейтинговая, она входит в... Ну, все годы она была в 15 лучших школах Москвы. Сейчас Саше 10. Он учится в... В четвертом. В четвертом классе, как и должен по возрасту. Да. Вы сознательно сдерживаете его и не даете ему перепрыгивать через классы? Да. Зачем? Да. Ну, я очень много думала на эту тему. Прям вообще, можно сказать, ночами не спала. Я решила, что мы пойдем в первый класс и посмотрим, как оно будет. Потому что мне было важно, чтобы он общался адекватно с людьми. И со сверстниками в том числе. И просто еще до школы мы столкнулись с тем, что не совсем адекватное отношение более взрослых детей к нему. Ну, он очень такой яркий, он очень громкий. Он все время там что-то говорит, высказывает свое мнение, да. Он постоянно что-то всем внушает. Не всегда, кстати, умная. Соляную кислоту и натур. Вот мы их смешаем. Они реагируют. И из них получается соль. Ради. А дети более старшие, они его воспринимают, естественно, как выскочку. Это все равно нехорошая ситуация. И я это наблюдала еще до школы. И, можно сказать, увидела такую вот ситуацию, которая может в школе сложиться. Мне это не понравилось. Ну, и плюс я решила, что мы сначала посмотрим, а потом будем уже решать, прыгать нам или нет. Но на данный момент решили не прыгать. Я уверена, что в Ташке мы давно бы учились в классе в шестом, седьмом, а может и выше. Ну, и, скорее всего, дома. А здесь, во-первых, серьезный спрос. Вот эта вот рутина, да, такая, которая, которые говорят, что часто не хватает одаренным детям, именно рутина, вот здесь она, как сказать, на высоте. Ты разлюбил химию? Ну, химия мне до сих пор нравится, но прям вот так вот, что прям химия, лау. Химия это прям то, чем, я не знаю, надо заниматься всю жизнь. У меня сейчас такого нет. А чем ты готов заниматься всю жизнь? Ну, вот мне сейчас нравится программирование, но я не уверен, что я его не разлюблю, так же, как химию. И вот пока программирование, вот прям программирование, это мне нравится. А у тебя есть свойство любить недолго что-то, да? Да. Но пока программирование, я не знаю, это вроде самое долгое. Смотрите, Лида, вы же знаете, да, что очень палка о двух концах, быть одаренным ребенком. То есть я знаю лично нескольких, ну, уже взрослых. Они очень постарались в обычной жизни одаренными уже не быть. Понятно, что можно быть Цукербергом, который тоже, наверное, знаете, был в этом таком кластере для одаренных детей. Ну, а можно быть, я не помню фамилию мальчика, ну, короче, в общем, есть, не будем страшилки рассказывать, но в общем, есть много достаточно грустных примеров. Я знаю. Во взрослой жизни одаренные дети, ну, не могут быть своими в социуме, потому что они своими, строго говоря, никогда и не были. Что вы об этом думаете? О, ну, я об этом вообще очень много всего думаю. Дело в том, что вот то, что он не прыгает через классы, это одна, ну, то есть я считаю, что я делаю для него лучше. Почему? Потому что вот они пришли, там, 6-7 лет, детям было вообще все равно, кто он, на какой передаче он был, чего он знает, чего он не знает. Там просто маленькие дети друг к другу притирались. И сейчас у него есть друзья, с которыми он вполне нормально там себе гуляет, там общается. Они его воспринимают просто как мальчика, ну, Саша, вот такой Саша. Ну, да, у нас умный Саша, то есть они это воспринимают как нормальное, да. Потом есть такие моменты, когда он вроде бы как бы пытается подстраиваться, в частности, вот то, что мне не нравится, он клоунаду устраивает. И я недавно читала книгу, там прямо написано, что одаренные дети, они специально, чтобы стать своими, они пытаются, ну, как сказать, кривляться, вот как-то себя позиционировать такими, типа, веселыми людьми. Возможно, это и так, возможно, нет. Потому что он всегда, он всегда любил клоунов, он всегда любил кривляния. Его первый кумир, вот вообще первый, которого в жизни он, ну, как сказать, полюбил, вот прямо действительно, это был Пушной в «Галилео». А Пушной, он же там кривляется, он прям стоит, глаза пучат. Я когда смотрела на Пушного, я понимала, что вот Саша вырастет, и ему будет вот такой второй Пушной, потому что очень похожий вот этот вот типаж. И он был просто в диком восторге от Пушного, пока не познакомился с ним лично. Он, наверное, думал, что сейчас Пушной придет и опять начнет вот это вот все устраивать. А он, во-первых, Пушной тоже вырос, он уже к тому моменту был дяденька сорокалетний, это вот как раз 4 года назад на золоте нации. Что в жизни человека ты считаешь, значит, наука химия? По сути, все состоит из элементов. И в таблице Менделеева их даже больше, чем на самом деле есть. Вы же знаете, наверное, что есть там еще искусственные элементы, и там еще есть технецы, который каким-то чудом попал в середину таблицы. Но он искусственный. Технецы называется. Его нет в природе, его создали искусственно и поместили туда. И плюс, мне кажется, что многие одаренные дети не, как сказать, не вливаются в это общество, потому что они этому обществу в принципе не нужны. Потому что вот все эти Сириусы, да, там Артеки, хотя, кстати, Саша... Сириус это вы имеете в виду лагерь? Да, лагерь в Сириус, который в Сочи. Ну, плюс там сейчас открыли лицей для одаренных. Это все равно все, знаете, такое ощущение, что оно не для, как сказать, не для одаренных, а для тех, кто вот громче всех кричит. И, во-вторых, это возрастное. То есть вот Саша, например, очень сильно хотел из Сириуса в 6 лет. И до сих пор он в Сириус не может попасть, даже если он сейчас вот гипотетически, представим, выиграет Олимпиаду, которая позволяет ему туда попасть. Его не возьмут. Он мал, да? Когда мы приехали в Москву, я такая, ну, о, сейчас мы пойдем. И первый же кружок, куда мы пришли, на химию, он тогда увлекался химией, ему еще не было 7 лет, а кружок был с 8. И мы, когда пришли, его категорически не хотели брать. Ну, просто вот нет и все. Я говорю, ну, вы пообщайтесь с ним. Ну, я не знаю, ну, просто поговорите с ним. Она говорит, ну что, вы химию в школе с 8 класса изучаете, а вы его заставляете? Я говорю, я его не заставляю, это он меня заставляет. Я говорю, ребенок хочет, ну, как бы хочет, ему нравится. Это вам так кажется? Ну, да, мне так кажется. Он мне с 4 лет про эту химию, всю плеш проял, мне просто это кажется. Все элементы состоят из атомов. Атомы состоят из ядра и электронов. Ядро заряжено положительно. А электроны отрицательно. Электроны расположены по орбиталям вокруг ядра. Орбитали определяются по периодам. Периоды это, то есть, вот такие линии. И если первый период, то одна орбиталь. Второй период, две орбитали. Третий период, три орбитали и так далее. Иди сюда. Ты пришел с нетбуком прям? Нет, нет интернета. А, он поэтому и пришел в наш интернет, отключился. Вот. А почему он отключился? Не знаю. А, ну бывает. Он всегда плохой. Ну нет, он не всегда плохой. Вай-фай всегда плохой. Да, ну вай-фай, да, у тебя в комнате, да. Я звоню, там хотели на скретч. У нас скретч третьего класса. Что такое скретч? Скретч это такой язык программирования для детей. Он визуальный. Там не код пишется, там берутся блоки. И из блоков составляется программа. Да, то есть он в шесть лет этот скретч изучал самостоятельно. Мне утверждают, что он был... Это как питон для детей? Питон нет. Ну это как питон для детей? Ну, как питон? Ну. Тебе виднее, я просто не знаю. Питон скорее не для детей. Нет, имеется в виду скретч. Это как питон для детей? Скретч это вообще не питон ни разу вообще. Даже не похож. Абсолютно другое? Ну он как-то вот просто взял и стал ему учиться. Ну мы такие, ну ладно, типа не берут и не берут. Ну как факт. То есть не берём. Потом в восемь лет он взялся и изучил сам питон. Принести его? Ну там где-то на полке стоит. Вот сидел-сидел и изучил. Есть два принципиально разных типов языков программирования. Не просто принципиально разных, а принципиально разных типов языков программирования. Есть императивные языки и декларативные языки. Псевдокод это императивный язык. Assembler – это императивный язык Python – это императивный язык C++ – это императивный язык И вообще большинство языков императивные Вот такая вот, вот этот Талмуд Это его любимая книга Как хорошо, что на Stack Overflow нет ограничений Ну, короче, на Stack Overflow нет ограничений По возрасту, иначе я вообще ничего бы не делал Stack Overflow сайт называется Там всякие ответы на вопросы Как хорошо, что там нет ограничений В смысле, ты заходишь, задаешь вопрос И там помогают что-то сделать? Ну вот Ну давай, показывай Вот, запускаем нашу программу И у нас запускается такое колесо обозрения Вот появляются люди Они садятся в кабинки И едут? Да, и едут по кругу Сколько кругов? Три, вот этому человеку осталось три круга И вот в четвертую еще кабинку все Так А, а как появляются люди в очереди? Просто рандомно Примерно каждую секунду С шансом С шансом сейчас посмотрю, каким Ой Сейчас я посмотрю, с каким шансом А, вот смотри Так У тебя все крутится? Да, все крутится Ну с каким шансом? А, где этот параметр? Не могу тебе... А, примерно каждую секунду появляются с 15-процентным шансом Вплоть до того дошло Мы были на какой-то выставке Что-то типа город образования или что-то такое И там был стенд Яндекс.Лицея Этот шкет, которому 8 лет Я говорю, ну пойдем посмотрим, что там у них Мы зашли на этот стенд Они такие А вы знаете, у нас вот для взрослых Я говорю, ну мы же просто посмотреть И они такие Ну типа, что ты умеешь? Он говорит, да, я типа все умею А вы знаете, у нас вот для взрослых Я говорю, ну мы же просто посмотреть Сначала один пришел с ним пообщался Потом другой пришел с ним пообщался Потом третий Потом пришел методист Яндекса Пришел Говорит, ну что нам с тобой делать? Я говорю, ну что? Я говорю, смотрите, он тест прошел, ну, там такой, как бы, вводный тест, который именно на поступление. Он решил, я говорю, берете? Нет, говорит, не берем. Я говорю, да что ж такое-то, почему? Вы все время сталкиваетесь с возрастным цензом везде? Да, постоянно. Постоянно. Ну, в общем, он говорит, ну, понимаете, у нас там, это, типа, профориентация, там, ну, в общем, как всегда. Давай, копируй теперь это все. Все, Control-A, Control-C, нажал? Да, ну, вот Control-A. Control-A, это выделить все. Давай, это время кончится, а мне надо лежать на мастер-класс. Нет, ты еще. Вот, вот это стирай. Я не буду это стирать, я это просто буду. Такой упрямый. Упрямый, да. Скажите, Лида, если вас инопланетяне унесут завтра, как он будет жить? Не завтра, а через два года. Вот, честно, честно, я вообще не боюсь за него. Он настолько, вот, инициативный, он настолько может, вот, взять в свои руки все, вот, как говорится, вот, если ему надо, он сделает вообще все, что ему надо. Ну, мы пока что с этим сталкивались, опять же, таки, в рамках его деятельности, да, но вот последний раз, когда мы участвовали в Олимпиаде НТИ, и когда собиралась команда, команда единогласно его выбрала капитаном. Хотя он был самый младший, там были пятиклассники, семиклассницы и вот Саша. И они такие, Саша капитан! Ну, он прям, вот, реально действовал как лидер. И в итоге за защиту из всех команд ему, ну, вот, его команде поставили самый высокий балл. В плане, там, какой-то, вот, обычной жизни он вполне себе приспособлен. Да, он как рассеянный профессор, он может, там, что-то и забывать, ему все равно, там, что есть на обед, он поел, тут же забыл, что поел. Но, в принципе, если ему надо, он вполне это дело все проконтролирует, все сделает. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то домашние обязанности? Ну, вот, нет, как бы. Ну, ты моешь посуду? Нет. Я не знаю, может быть, у вас, конечно, посудомоечная машина, например, ты загружаешь посудомоечную машину? Нет. Ну, вот, у меня нету таких вот домашних обязанностей. А кто все это делает по дому? Ну, там, мама, папа, кто-нибудь еще, если у нас кто-нибудь есть еще. Ну, может, ты в магазин ходишь? Нет. Мусор выбрасываешь? Нет. Вообще ничего не делаешь? Нет. Ну, нет, ничего не делаю. На самом деле, это как раз ничего, у меня было точно так же. Ну, да. В детстве. Понятно. Но потом пришлось научиться, конечно. Сколько-то лет назад была театральная студия, художественная. Да, в Ташке. В Ташке он ходил на театралку, на цирк. Цирк. И еще какой-то список на этом не заканчивался. У меня в телефоне просто, я так на память не помню, было что-то пять мест, куда он ходил. Да, в Ташке он ходил в четыре студии. Художественная, театральная, цирковая и на пение он ходил. А здесь за все эти годы он вообще много куда ходил. Вот до того, как мы все уселись дома, у него было что-то, по-моему, десять кружков на тот момент. То есть у нас как-то так получилось, что... А зачем? А он сам хочет. То есть вот он, например, стал в этом году уставать и говорит, что, типа, мне кажется, я ничего не успеваю. Мы говорим, ну окей, давай ты вот сюда ходить не будешь. Он говорит, как это я сюда ходить не буду? Я говорю, ну ты же не успеваешь. Ну нет, пожалуй, я еще похожу. То есть это не потому, что мы, типа, ну-ка, ну-ка, Саш, нагрузись. Нет, потому что он... И самое главное, что он каждый раз приходит и мне говорит, так, запиши меня еще, короче, на курсы... По ТКЛ. Вот, по ТКЛ. Еще ему нужно было КУ... Как ты говорил? Про КУ... Хаски. Ну вот, Хаски. Нет, КУ-система или что? Ну не знаю, что-то с искусственным интеллектом ты мне рассказывал. КУ-обучение. КУ-обучение, вот, ему надо. Он прям заходит, идет из школы, не знаю, что он там думает о себе, идея из школы. Заходит, а мама, все, короче, записывай меня на КУ-обучение, еще я хочу Хаски изучать, я хочу еще это. Я говорю, так, Саша, а теперь давай мы подумаем, сколько у нас часов в сутках. Это не... Но ТКЛ обязательно запишите. А, да, обязательно. ТКЛ и все, что хочешь. Вот. Это не вопрос, зачем. Это вопрос, почему, собственно говоря, в данном случае. Потому что он хочет. Саша вышел погулять. Как ты там соскочишь с поребрика? Насколько Алексей, ваш муж и папа Саша участвуют в поддержке Саши, в его достижениях? Ну, как он сам говорит, типа, это ты в основном? Ну, конечно, в первую очередь финансово. Вот когда еще он маленький был, это все-таки, конечно, было пособие всякие разные. Это финансово. Вот сейчас, когда уже Саша стал заниматься именно больше компьютерами и вот в ту сторону пошел, он уже стал, конечно, больше принимать участие именно, ну, что-то ему там рассказывать, помогать и так далее. Потому что, ну, он в этом разбирается. И, соответственно, я говорю, так, все, ребят, вот я даже химию когда-то выучила, но в компьютеры я уже не полезу и в программирование я, конечно, уже даже не собираюсь. Лида, а как вы себе представляете ближайшее будущее и отдаленное будущее? Расскажите. Своё и его... Ну, я понимаю, что они совмещены сильно. Ну, его будущее, я, как сказать, я могу представить очень только смутно. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он просто занимался тем, что ему нравится. Чтобы он встречался с теми людьми, которые будут разделять его интересы. А это кто? Мне кажется, что это те люди, которые учатся в хороших вузах, вот, которые именно сознательно туда идут. То есть я бы хотела даже не столько, чтобы он что-то изобрёл, ну, это тоже было бы очень неплохо, потому что иногда непонятно, зачем всё это. Но я хотела бы, чтобы он получал всё-таки от жизни удовольствие. А мне кажется, удовольствие, оно и может быть тогда, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. А вас не случает эта скорость? А, и гиперконцентрация. Я не в смысле, что, я не специалист в детях с особенностями развития, особенно в такую оптимистическую сторону. Но, исходя исключительно из ваших же интервью или из ваших же текстов, я сужу, что он очень, как говорят на жаргоне, зарубается на то, что ему интересно. Он зарубается до невозможности, не замечая ничего вокруг. Я не говорю, что это плохо, но это, как минимум, не так, как обычно. Да, это не так, как обычно. Но, собственно говоря, для этого и цирк, например, для этого жонглирование. Там, Саш, встань, пожонглируй. Саш, 15 минут ты сейчас отдыхаешь. Саш, ты сейчас идёшь читать книжку. Или ты идёшь гулять. Да, иначе он будет сидеть. Помню, был такой случай, и меня спрашивают, а вот твоё увлечение, оно тебе доставляет какие-нибудь неудобства? И я отвечаю, что у меня абсолютно нет времени. И меня спрашивают, а если бы у тебя было время, чем бы ты занимался? Программированием. Типа, из-за программирования у меня нет времени, а если бы было время, я бы программировал. А вы хотите, чтобы Саша был знаменит? Если это поможет ему в его деятельности. То есть... Это всегда помогает? Не знаю. Дело в том, что вот сейчас настолько это понятие стало каким-то ложёвым. Я бы хотела, чтобы его действительно знали, как, может быть, профессионалы своего дела. Ну, чтобы это действительно не был какой-то там замкнутый мирок. Но чтобы это не была Слава Бузовой или Боргенштерна. Да, вот это мне вообще... Вот лично вы бы хотели, чтобы он был знаменит? В хорошем смысле, да. Лида, вам не кажется, что вы не живёте собственной жизнью? Нет, я живу. У меня есть собственная жизнь. Другое дело, что у меня как бы две жизни. Да, одна очень интенсивная, которая с Сашей, а другая жизнь. Я всё-таки работаю на работе. А скажите, пожалуйста, тот факт, что вы ведёте Инстаграм от лица Саши, который его не ведёт? Во-первых, я не веду от его лица. Я же там не говорю от него, от него. Я говорю про него. Нет, он говорит от себя, разумеется, да. Вот. Он знает об этом. Он вроде бы как бы не против. Вот. Иногда он просит, говорит, отдай мне Инстаграм, я буду сам вести. Но я просто знаю, что он, скорее всего, будет выкладывать там какую-нибудь чушь. А почему вы не... Вот, смотрите, это просто интересный момент такой. У вас есть подписка там «Самопапа», такой-то, такой-то. А почему ваш Инстаграм – это Саша Кравченко, а не Лидия Кравченко? Ну, не знаю, знаете, как-то так исторически сложилось. Просто изначально я вела про него блог на ЖЖ. Там про него почему? Потому что там было такое сообщество раннего развития. А потом это сообщество постепенно переместилось в Инстаграм. Нет, самое главное – не придавить чуть-чуть. Ну и как, Саша, не страшно? Сразу укусил. А, Саша, не страшно? Нет. Укусить они не могут. Почему? Могут, могут. Пригоди. Ему нечем кусать, они могут только ужарить. А у вас есть какая-то концепция по... Ну, это не очень правильное слово, потому что у него другое значение. Но я пока другого не подберу. По нормализации Саши. По его какому-то приземлению, заземлению. По приданию ему некой большей обычности, чем она у него по факту есть. У вас есть какая-то программа. Ну, вот вы не прыгаете через класс. Что там еще есть в этой программе? Ну, условно, если она есть, то что там, какие там шаги? Жонглирование. Ну, да, да. Вот, допустим, занятие... Вылезай за компьютер, иди на улицу. Да, да. Что еще? Книги читать художественные, потому что был период, когда он художественные книги категорически не читал. Он читал только энциклопедии. Вот он про математику сидел, читал. Что в твоей жизни обычного детского, десятилетнего? Надо еще подумать, что у меня есть обычного. Вот, на пианино играю. А еще? Ну, иногда я читаю. Только электронную книгу, но читаю. Ну, я иногда даже играю. Ну, в компьютерные игры играю. Это вроде обычное, типа детское должно быть. Мы с ним много разговариваем о том, что если другой человек там как-то не знает того, что ты знаешь, это еще не значит, что он там глупее, или что он хуже, да. И, в принципе, все люди разные. И он сам даже, слава богу, мы пришли к этому. Он сам иногда приходит. Вот у него есть друг, он говорит, ты знаешь, мне кажется, он такой же умный, как и я. Он просто вот изучает не программирование, а он изучает животных. Знаешь, сколько он животных знает? И потом он сам мне говорит, а знаешь, что ум – это вообще-то не знание. Ум – это умение, там, типа, мыслить. Это он мне говорит. То есть, я такая сижу, думаю, ой, все-таки чего-то я добилась. Ну, то есть, вот в этом плане мы стараемся, чтобы он не был снобом. Мне бы хотелось, чтобы он с людьми общался, ну, не все же только на одной учебе здесь ждется. Как вы думаете, что это получилось? Училась огненная вода. Правильно. Это получилась соленая вода. А можно ли сделать так, чтобы в стакане осталась только соль? Как вы думаете? Можно, если в стакане осталось только соль и не смешивать даже. Когда она будет долго расстреляться, и мы сможем увидеть, как он полный. А можно ли из этого раствора сделать просто соль без воды? Вот у нас есть соленая вода, мы хотим получить из нее соль. Можно ли это сделать, как вы думаете? Ну, наверное, да. А как вы себе представляете, ну, вот, жизнь через 10 лет? Ну, сколько там сейчас Саши? 10. Вот 20 Саши. Ну, я надеюсь, что он к этому моменту будет учиться, либо учиться в каком-то УЗИ, либо работать там, где ему приятно будет работать. А какой вы? Ну, я думаю, что технически. Пока что у нас, ну, такие мысли, что либо это МФТИ, либо МИФИ, или что-то, ну, не знаю, даже МГУ, там, МИХМАТ, допустим, потому что он же все-таки программирует. Ладно, 25. Закончилось. 25. Ну, я надеюсь, что он будет заниматься тем, что ему будет нравиться. А вы? А я? А я тоже буду заниматься тем, что мне нравится. Это что, например? Ну, в принципе, я люблю петь, например. Вот. Но на данный момент, опять же, я понятное дело, что я про себя не пишу, допустим, в том же Инстаграме. Всем кажется, что я занимаюсь исключительно Сашей, и прямо у меня нет никакой жизни. Я знаю. Но это же не потому, что ее нет, а просто потому, что я о ней не пишу. Вот. На самом деле, я, ну, вот сюда переехав, я тоже в некотором смысле нашла себя в неожиданном таком амплуа, можно сказать. Дините нас. В связи с тем, что я с ним очень много занималась, вот именно науками. Ну, как, я не занималась. Я просто шла на поводу, и мне приходилось в это вникать. Ну, мне говорят, давай ты будешь, собственно говоря, с нашими детьми этим заниматься. Я говорю, давайте. И сейчас, на данный момент, поскольку у нас инновационный детский сад, я занимаюсь как раз таки инновациями, я постоянно веду вебинары. То есть, вот буквально в четверг у меня был вебинар, я рассказывала про алгоритмику с детьми. Что такое алгоритмика? Алгоритмика – это, как бы, получается начальное программирование для детей с помощью разных значков там. Это называется пиктограммой. Пиктограммы. Пиктограммы, да. У меня есть своя, как бы, жизнь, и она вполне себе успешная. Как тебе кажется, что в человеческой жизни самое главное? Ну, жизнь. Чтоб жить, и все нормально в жизни было. Ты что-нибудь даешь людям? Я только могу в какой-то момент дать знания, вот, что ли. Лида, а вот вы мне писали целых два раза. Условно, с разницей в несколько месяцев. Зачем? Не знаю. Нет, понятно, мы приехали и снимаем. Все, вы добились своего, как обычно. Как обычно. Как обычно, да. Но все-таки зачем им это? Честно говоря, мне всегда хочется рассказать обратную сторону. В частности, ну, правда, видимо, не очень получилось обратную сторону, кстати, рассказать. В частности, о том, что все считают, что одаренные дети в нашей стране прямо, не знаю, на пике, да, на высоте. Их там все хотят. Я не знаю, я не знаю ни одной реальной истории вот из тех, кого я знаю, чтобы так было. Наоборот, все только говорят, да вы придумываете на самом деле, ничего этого нету, ничего вам кажется, ты просто мама. Нет. Он должен быть как все. И я как... Это как? Решать 20 минут то, что он решает за две? То есть, я, собственно говоря, всегда хочу рассказать о том, что нету никакой поддержки одаренных детей. Ну, я не знаю, что у обычного ребенка может быть в 10 лет сейчас, и что ему нравится вот прям. Ты так говоришь, как будто обычный ребенок – это не ты. Ну, мне кажется, что это программирование в 10 лет – это прям вот смысл жизни, это как-то необычно. Все так говорят. Чтобы его жизнь сложилась максимально адекватно его желаниям, возможностям и стремлениям. То есть, не так, что типа вот он хотел там стать Наполеоном, а стал дядей Васей слесарем, да, а чтобы он мог заниматься тем, что ему хочется, на том уровне, на котором он может. А для вас счастье – это самореализация? Я думаю, что да. Ну, я вернее уверена, что да. Потому что, опять же, моя жизнь так складывалась, что я, наверное, где-то сама виновата, что я не совсем самореализовалась в том, что мне было ближе всего. И я сейчас понимаю, что, наверное, это самое мое большое упущение, в принципе, в жизни. Понятное дело, что можно найти и другое счастье, можно найти и другую радость и так далее. Но мне кажется, что именно когда ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься, вот в глубине своей, вот тогда самое, можно сказать, самое гармоничное. А если в какой-то момент сам Саша начнет понимать счастье по-другому, например, счастье – это покой или счастье – это любовь? Я постараюсь с ним этот вопрос обсудить. Не то, что, типа, рассказать ему, как правильно, а вот я поняла по жизни, что главное не говорить, как правильно, а главное задавать правильные вопросы, чтобы человек сам себе в итоге ответил, а так ли это, как он думает. Потому что, вот мне кажется, мне как раз никто не задал вовремя буквально парочку правильных вопросов. Где-то придется смириться. Даже если мне, ну, опять же, я же, например, хотела, чтобы он занимался музыкой, а он не хочет. Ну, пришлось же мне с этим смириться. А у него там клавиши. Я просто вчера вспомнила, говорю, а хочешь, типа, попробовать сыграть мелодию с Гарри Поттера? Он такой, а давай. И вот мы достали просто клавиши. Я не помню, какая там была. Вот. И вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok